Первого очень хорошо здесь родила. Вот и шла смело на вторые роды сюда. Кого жду здесь? Мальчика теперь. Девочка уже родилась. Елена Левина, что называется, на сносях. Схватки уже начались, и врачи то и дело заглядывают к роженице, чтобы проверить её состояние и состояние малыша. Появление его на свет здесь ожидают ближайшие сутки. В роды же это сложный процесс, и нужно доверять. Я полностью здесь доверяю, потому что здесь профессионалы-врачи, здесь профессиональное оборудование. Особо урожайным выдался для родильного дома 9-й медсанчасти прошлый год. Бэби-конвейер работал без остановок. Результат впечатляющий. 5700 родов, 107 двоен, 3 тройни. 5700 родов – это цифра более чем серьёзная, но это больше всех в Пермском крае. То есть мы самое крупное, самое большое количество родов – это у нас. По сравнению с этой, Берлинская стена просто отдыхает. Если та разъединяет, то это объединяет тысячи счастливых семей. Здесь накопился уже не один слой благодарности от восторженных отцов. Рекорды побиты не только в одном конкретном пермском роддоме. Всплеск рождаемости отмечен в масштабах всего при Камье. В прошлом году в нашем регионе родилось более 39 тысяч малышей. Это самый высокий показатель за последние 20 лет. Демографический всплеск на 20% у нас сегодня рождаемость превысила смертность. Это действительно уникальный показатель для Пермского края. Поэтому мы всячески сегодня будем развивать все программы, которые направлены на поддержку семьи, детства, материнства. Всё будет делаться для того, чтобы вот эту тенденцию просто сохранить. Для закрепления тенденций в Прикамье построены и уже работают перинатальный центр и центр детской хирургии. Введён региональный материнский капитал, идёт предоставление бесплатных земельных участков многодетным семьям. Для многих это становится ещё одним дополнительным аргументом в пользу того, чтобы рожать. 18 января Аист принёс в семью Шариповых второго ребёнка, сына Дамира. И когда меня уже выкатили с операционной, ребёнок уже был на руках у папы. Ой, вообще. Я прямо снова рассказываю, опять у меня слёзки такие даже наворачиваются. Потому что папа такой счастливый. Дети сейчас хорошие идут, какие-то одарённые, и дочеку в три года считает от 12, говорит, рисует. И поэтому детей надо рожать. Елена Закирова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.